Привет, ребята! Сегодня поговорим о том, как настроить AMD-карты для майнинга Green31. Ну, что можно сказать, ребята, это делается в операционках, например, Hi4S или Miner Baby. Под Hi4S там есть майнеры, но единственное, что у меня не удалось их настроить очень хорошо, и они давали очень плохой хешрейт на этом алгоритме, и как бы так сказать, одна карта давала хороший хешрейт, вторая плохая, и вот так они между собой прыгали. Я думаю, это связано было или с процессором, или еще с чем-то. Потом я взял и скачал Miner Baby, я вам покажу, как это делается, все так далее. Установил его, и здесь был более-менее стабильный хешрейт, 0.2, скажем, хеша, и, как бы так сказать, работало все нормально. Что можно сказать насчет 31-го Грина, и вообще, зачем его надо майнить вам, ребята? Если взять две одинаковые карты 1080Ti, и одну поставить на Green29, где она будет давать, ну, 7,5 хешей, да, скажем, GPS-ов, да, ну, я буду называть это хешами, или она будет на 31-м давать 0,5-0,6 хешей, то, используя 31-м алгоритм, вы получите где-то в полтора раза больше прибыли, чем, например, на 29-м. То же самое и с красными картами, которые 8-ми гиговки. Так что вы можете их тоже запускать на 31-м алгоритме. Сейчас посмотрите видео, как это делается на Miner Baby, и вперед! Ну что, ребята, сегодня поговорим, как поставить Miner Baby, и при этом начать майнить на 31-м алгоритме с красными картами. Ну, зайдете на сайт minerbape.com, потом здесь нажимаем install, скачиваем этот техни-диск, используем вот эту же программу, adchr.exe, ну, и с помощью нее записываем на флешку. Вставляем флешку в комп и включаем ее. И через пару минут у вас тут появятся, вот здесь появятся риги, да, и здесь появится риг, который будет показывать, например, что он уже готов. Дальше, что нам надо сделать, чтобы начать майнить? Во-первых, нам надо добавить, сперва будет кошелек. Заходим в wallet, здесь делаем add new wallet, выбираем имя кошелька, например, это пусть будет green, green, и потом выбираем, какой green это будет, 29 или 31. Скажем, для 31-го у нас будет этот wallet, и сейчас все зависит от пула, что мы здесь пишем, wallet address. Если на F2 пуле, там одно вписывается, если на Spark пуле, там другое вписывается, если на других пулах, да, там вписывается просто имя, да, там, как-то ваш логин и так далее, да, это уже вы сами сделаете. На некоторых вписывается mail, на некоторых вписывается просто логин, да. Ну, скажем, у нас пусть с логином, у нас будет, ну, типа, ваше имя, типа, Levan, Levan. После того, как мы внесем сюда наше имя, да, ну, то, что у нас будет, просто это сохраняем, тут у нас показывается наш кошелек, и дальше все очень просто. Заходим в группы, в группах добавляем, мы делаем add new group. Здесь выбираем мы здесь или green 29, или green 31, но нам нужен green 31. Здесь единственный майнер, это KB-майнер. Выбираем здесь последнюю версию, что у него пишет, и не забываем сделать следующее, это verify difficulty. Это подключаем, потому что в другом случае он будет слать такие плохие шары, которые пул не будет это воспринимать, и вам просто не будут платить. Дальше подключаем пул, который нам нужен, это F2 пул, Spark пул или это, тут много предустановленных пулов. Например, выберем тот же F2 пул, он сразу же нам вставляет его, он тоже сразу же нам его вставляет. Дальше выбираем наш wallet, это green 31, и все, можем назвать эту группу, например, F2 пул, и все, сохраняем. И дальше еще легче. Делаем это, здесь нажимаем set default, он будет, это у нас default группа. Если это у вас одна группа, по-моему, этого уже не выскакивает. И потом заходим опять в rig, и в rig, здесь делаем вот так, отмечаем его rig, и дальше group config, и выбираем тут ту группу. Нажимаем ok, и он начинает майнить уже на все то, что мы настроили на тот же F2 пул, на наш кошелек. Через пару минут проверяем свой F2 пул, если там есть шары, и есть, как его зовут, мощность ваших ригов, то значит все настроили правильно, и все работает хорошо. Что касается разгона. При разгоне мы заходим вот сюда, нажимаем вот здесь на наш риг, потом нажимаем здесь overclock, и здесь мы сразу же можем разгонять, например, или все карты, то есть все карты, или по отдельности. Ну, скажем, мы все карты разгоняем, потому что здесь у меня почти все одинаковые карты. Разгоняем их на 1150, скажем, 1900 по memory, green memory не очень-то сильно, он больше core clock, тут же можно делать downvolt ему, также выставлять фаны, можно сделать фаны автоматически, но автоматически фаны работают очень громко, так что нам от не надо. Нажимаем save, и через минутку у вас уже будет, как его зовут, за overclockнуты ваши карты. Также можно прошивать BIOS на каждую карточку, видите, здесь flash BIOS, можно делать сразу же, и он ее сразу же зашивает, выберите BIOS, но это из тех загруженных, которые мы загрузим, экспорт BIOS сначала, потом это делаем. Так что, здесь нам показывают наш hash rate у нас, температуру, core clock, ну и, конечно же, неправильный этот, его зовут повар. Вот так все работает, и работает нормально пока что, но все равно постарайтесь сделать сначала на хайве, если у вас на хайве выйдет, то там больше майнеров, и более качественные майнеры, чем здесь на Miner Baby. И что можно сказать, ребята, Miner Baby использует такой майнер, который отсылает шары, но он отсылает очень плохие шары иногда, если вы там не сделаете галочку. В чем смысл этих плохих шар? Просто отсылается больше шар на пул, пулы считают это за воровство, потому что вы этим обманываете пул, присылаете ему просто нулевую шару, которую просто битая, ее нельзя ни в чем использовать, и с ней блок не поймаешь, но она зачитывается. Но сейчас уже большинство пулов, где-то 99% наверное всех пулов на грине, они просекли эту фишку, сделали специальную защиту от этого всего, и при этом считают это за воровство, потому что это обман, например, пула и других пользователей пула. Они просто отбирают вот такие недобросовственные люди, отбирают деньги у других добросовестных майнеров. Как-то вот так, ребята. Но сейчас это все поправлено. На F2 пуле вы можете, например, майнить так же, потому что они платят за шары, это не проблема. Вот это было все, ребята, насчет того, как настроить Майнер Бэйби. Вы сами поняли, что это очень легко. Что касается хайва, да, там настройки, ну, вы, наверное, пользовались хайвом, и тоже знаете, как это делать. Единственное, что в хайме нет такой хорошей стабильной работы, как, например, в Майнер Бэйби по хэшу. А по хэшрейту Майнер Бэйби все-таки чуть-чуть опережает хайв, и для меня на красных картах настроил. Вот зеленые карты у меня работают под хайвом без проблем. 10.8 TI показывают замечательные результаты там. На Майнер Бэйби я даже их не тестировал, там только красненькие у меня. Так что вы знаете, как сейчас настроить эти карты, и можете качать 31 грин и зарабатывать в полтора раза больше. Ну, на этом все, ребята. Не забывайте подписываться, потому что у меня, я хочу достичь, например, 100 тысяч подписчиков до конца года. С вашей помощью, я думаю, у меня это получится. Делайте share этого видео у себя в любой социальной сети. Особенно комментируйте его, напишите в ваш хэшрейт, что у вас вышло на ваших картах, на каких картах, чтобы было бы всем ясно, стоит майнить рин или нет на 31 алгоритме. Также, ребята, не забывайте ставить лайки. Ну и с вами, как всегда, был Леван Беручашвили. До скорых встреч, ребята. Пока.